МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло?» В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых заметных ЧП первого полугодия, уходящего 2018-го. Мои коллеги и я, Дмитрий Круковец, подготовили обзор резонансных и трагических преступлений в нашем городе и Югре. 10 марта настоящая бойня разыгралась в торгово-развлекательном центре «Аура». 36-летний мужчина нанес посетителю одного из бутиков ножевое ранение. Страдавший попытался сбежать, но злоумышленник догнал его и ударил свою жертву ножом еще четыре раза. От полученных ранений молодой человек скончался на месте. После этого убийца сел в машину и уехал. В городе был введен план перехвата, однако преступник сам сдался полицейским. Предварительным мотивом являлся личный конфликт. После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако затем он сам ввелся в правоохранительные органы, где дал признательные показания. В настоящее время мужчина задержан. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Сургусянин признался в убийстве семилетней давности. В 2011-м мужчина поджег балок в поселке Взлетном. В огне тогда погибли четыре человека. Женщина, две ее дочери и полутора годовалый внук. Позапрошлым годом ввиняемый написал в Москве явку с повинной и сообщил, что именно он подпалил тот самый вагончик. Факт, по которому было возбуждено уголовное дело, обнародовали только в начале 2018-го. Следствие установило, что семь лет назад обвиняемый находился в близких отношениях с девушкой, которая проживала вместе с девятилетней сестрой, мамой и полуторагодовалым сыном. В конце августа у пары произошел конфликт. Вечером 2 сентября 2011-го обвиняемый поджег барак, где мирно спала семья возлюбленной и она сама. По словам мужчины, он хотел напугать подругу и был уверен, что она сможет выбраться из горящего дома. В феврале 2018-го суд вынес приговор. 16 лет колонии строгого режима. В третий день этого года в Югре в страшном ДТП погибли 10 человек. Авария произошла на трассе Нягонь-Хантамансийск 3 января. Столкнулись Рено Дастер и Мазда «Шестерка». На 159-м километре загородной магистрали не выжил никто. Ни шестеро взрослых, ни четыре ребенка. В машинах находились жители Ямала и Югры. В салоне Мазды была семья Курочкиных из Сургута. На каникулах глава семейства вместе со своим отцом, супругой и двумя детьми, одному из которых не было и года, ехали к родственникам в Октябрьский район. 11 января жесткое ДТП также унесло жизнь человека. У развязки на выезде из Сургута в сторону Нижневартовска столкнулись Тойота Королла и Митсубиси Лансер. По данным ГИБДД, водитель праворуко-иномарки, двигавшийся из Коголыма в наш город, не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу под Тойоту. Удар пришелся в правую сторону Митсубиси, где как раз и находился автомобилист. Его зажало в салоне, извлечь пострадавшего удалось только с помощью спасателей. Специального гидравлического оборудования. За жизнь мужчины в реанимобиле около часа боролись врачи скорой помощи и его состояние. На некоторое время удалось стабилизировать, но в больнице 27-летний мужчина скончался. ДТП, от которого кровь стынет в жилах, произошло 6 февраля. Утром на улице Энергетиков между пятым и седьмым домами мусоровоз насмерть сбил первоклассника. До учебного заведения мальчик не дошел буквально 100-200 метров. Водитель пропускал машины справа и не заметил, как ребенок подошел к спецтехнике. Тронувшись, машина бампером зацепила мальчика за портфель и его затащила под колеса. Камазом управлял 51-летний мужчина. Позже он пояснил, что не увидел ребенка. В администрации Сургута после трагедии прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Итогом встречи стало решение рекомендовать коммунальщикам проводить уборку территории, вывоз мусора и другие работы, связанные с привлечением тяжелой техники в любое время, кроме утреннего часа пик с 7 до 9 утра. К слову, часть управляющих компаний к рекомендациям прислушалась, а часть нет. Их мусоровозы до сих пор рассекают по дворам в ранние часы. Также на заседании управляющим компаниям и подрядчикам рекомендовали закупать современную технику, на которой установлены зеркала, позволяющие видеть мертвые зоны автомобиля. В сентябре по факту ДТП состоялся суд. Виновник аварии водитель КАМАЗа получил срок в два года условно с лишением права управления транспортными средствами на это же время. 6 февраля 2018 года около 7 часов 35 минут в городе Сургуте в жилой зоне улицы Энергетиком напротив дома 5 произошло дорожно-транспортное происшествие, где водитель 1966 года рождения, управляя транспортным средством КАМАЗ, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2009 года рождения, который направлялся из дому в школу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия. В одном из образовательных учреждений Сургута часть стены обрушилась на человека. ЧП произошло 10 февраля в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Она располагается на декабристов 16. Как удалось узнать журналистам программы, что произошло, на рабочего время проведения ремонтных работ упал кусок стены. Пострадавший остался жив, скорая помощь госпитализировала его в травматологическую больницу. Крупный пожар произошел в Сургуте вечером 29 мая на улице Трубной 12, что в поселке Звездном, вспыхнул ангар. Строение было ветхим и готовилось к демонтажу. Внутри не было ни людей, ни имущества. На ликвидацию горения и последствия ЧП у огнеборцев ушло больше часа. Пламя было достаточно сильным, а густой черный дым был виден практически из любой точки города. Тушили пожар 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Житель Югры стал жертвой авиакатастрофы 11 февраля. Тогда самолет Ан-148 саратовских авиалиний пропал с экранов радаров спустя 4 минуты после вылета из аэропорта до Мадедова. На борту находился Александр Сергошко. 30-летний воротовчанин был одним из 65 пассажиров, которые направлялись из Москвы в Орск. В катастрофе погибли все, кто находился на борту лайнера. Это 71 человек. Причиной ЧП стала ошибка экипажа. Пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости. Во время набора высоты произошло их обледенение. Как следствие, командир получил неверные сведения о падении скорости и перевел воздушное судно в пикирование, чтобы ее набрать. Угол наклона судна был превышен. Самолет потерял управляемость. Об Югрея на вертолетной площадке потерпел аварию Ми-8. ЧП произошло в районе поселка Пойковского нефтьюганского района 18 июня. Борт, принадлежащий компании «Конверсавиа», начал взлет с местной стоянки. На видео камеры наблюдения попал момент происшествия. Ми-8 задел лопастями административное здание. Воздушное судно получило повреждения хвостовой балки. Лишь по счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал. На этом все. В следующем выпуске программы «Что произошло» мы расскажем о самых резонансных ЧП второй половины 2018-го. Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова